На улице зима о выставочном зале детской школы искусств гостят настоящие краски лета. Например, если рассмотреть вот этих русских матрешек поподробнее, можно угадать сюжеты знаменитых сказок. 11-летняя юная художница Мария Тетеревникова над своими персонажами размышлять долго не стала. Кто мил сердцу, тех и написала. Я нарисовала работу «Авторская матрешка» по сказке Гоголя «Ночь перед Рождеством». Я рисовала ей довольно долго, месяц или, может, поменьше. Я решила нарисовать эту сказку, потому что мы читали ее в школе, а она мне понравилась больше всего. На этой стене изображены сплошь животные. Анималистическая тема в стиле «батик» смотрится современно и стильно. Любой дом украсит 100%. Вот этот чудный сказочный кот – дело рук Кристины Мезенцевой. Я с детства люблю сказки. И большинство моих композиций вообще, в принципе, это какие-то сказочные сюжеты. И как-то вот, ну, взбрело мне в голову сделать что-то такое яркое, сказочное, волшебное. Поэтому кот. Ну, кот почему? Потому что я очень люблю котов. «Габелены». Сделаны не на станке, а вручную, что сегодня особенно ценно. Профессионалы, глядя на эти работы, возможно, найдут в них недочеты. Но эти авторы только начинают, а значит, все впереди. Стоит их похвалить за творческую инициативу и желание украсить этот мир. Каждая работа по-своему хороша, в нее вложена душа, очень долгий творческий процесс. Габелены – это отдельная история, это тоже как бы масса усилий вложена в них. На выставке «Мы украшаем этот мир» представлено 10 габеленов. В основном это пейзажи. Сделаны картины путем наклеивания друг на друга разноцветных нитей. Это самый легкий способ, но не менее трудозатратный. Самая сложная техника, представленная на выставке, это, конечно же, габелены. Например, чтобы создать вот такую картину форматом А4, потребуется около недели ежедневного кропотливого труда. В детской школе искусств габелены создают с помощью вот такой рамы. На нее набиваются гвоздики, перетягиваются основные нити, а затем с помощью переплетения разноцветного материала создается уникальный фантазийный рисунок. Помимо батика и габеленов, на выставке можно посмотреть керамику, созданную руками учеников детской школы искусств. Мимо взгляда не пройдет и серия работ храма Полевского, которая не так давно украшала одну из экспозиций в музее Екатеринбурга. Сейчас в детской школе искусств ждут поступления нового оборудования и продолжить работать с глиной, совершенствуя свои навыки. А это значит, что новая экспозиция не за горами. Ольга Демьянец, Константин Миронов, Новости 11 канала.